В Сыктывкаре завершился шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. В 15-километровом скетлоне тюменка Екатерина Смирнова взяла бронзу, уступив только двум лидерам российских лыж Наталье Непряевой и Веронике Степановой. В это же время тюменские биатлонисты устроили феерию на Кубке России в Рыбинске. Александр Поварницын после золотого дубля в спринте и преследовании был близок к третьей победе. Но в Мастарте не справился со стрельбой стоя. Три промаха и третье место. Серебро взял его партнер по команде Евгений Гараничев. У призера Олимпиады в Сочи две ошибки на рубеже. Победил Антон Бабиков из Башкортостана. Всего в топ-10 оказалось пять тюменских биатлонистов. В аналогичной женской гонке Виктория Сливко стала второй. Лидер общего зачета национального кубка уступила только югорчанке Елизавете Каплиной и при этом сохранила за собой желтую майку. 13 января – день российской печати. Именно в честь этой даты в Тюмени прошел киберспортирный турнир с участием региональных СМИ. В виртуальную реальность на арене Варпоинт погрузились 8 команд. На самом деле, конечно, виртуальная игра – это только кажется, что это игра, потому что здесь хорошее физио, хорошее кардио, здесь есть тактика, есть стратегия, есть разный уровень игроков, поэтому, мне кажется, огромные перспективы у такого виртуального спорта абсолютно точно. В финале встретились две команды медиахолдинга «Сибинформбюро». Победу одержала сборная под руководством Романа Мамонтова. События, безусловно, памятные, но не главное. Я реально очень счастлив, что очень большое количество людей, журналистов приняли участие в кибертурнире, и по большому счету сегодня произошло такое рождение новой киберспортивной команды. Все максимально были вовлечены, все максимально получили хороших эмоций. И это все о спорте на этот час. Следите за новостями в нашем телеграм-канале. До встречи в эфире.